Власть будет доступнее и ближе к людям, а алкоголь наоборот. Такие решения приняли сегодня областные парламентарии. Последнее заседание губернской думы перед каникулами длилось 4,5 часа. Обсудить нужно было много. Подробности и смысл нововведения в нашем материале. Бьют рекорды. Перед отпуском депутаты провели самое длительное за всю сессию заседание. Темы важные, дискуссии жаркие. Бюджеты области добавили 405 миллионов рублей за счет оптимизации расходов. В том числе сэкономили на чиновниках. Теперь эти деньги пойдут на решение социально важных задач. Еще одно решение это разграничение полномочий между органами местного самоуправления Самары и внутригородских районов. Все для того, чтобы власть была ближе к людям. Эту задачу поставил и президент России, и глава региона. На местном уровне можно будет решать проблемы оперативнее. Возможности для этого будут и финансовые. Самое принципиальное решение должно быть принято в сентябре. Потому что в районные советы должны прийти именно те люди, которым наше население доверяет. Здесь крайне важно, чтобы люди отнеслись к этим выборам очень ответственно. Это не пустые призывы, это действительно так. Потому что выбираются лидеры, которые должны обладать доверием, иметь возможность и желание, самое главное, людям помогать. Вот это очень-очень важно. И еще одно решение, которое уже активно обсуждает общественность, с 1 августа вступает в силу меры по ограничению потребления алкогольной продукции. Спиртное нельзя будет купить после 17.00 в воскресенье. Закроют питейные заведения площади обслуживания менее 50 квадратных метров. Такие, как правило, находятся на первых этажах жилых домов. Очень много шло жалоб, и сегодня продолжают идти жалобы от жителей тех или иных территорий в городе Самаре, в городе Тольятти, в других муниципальных образованиях. Тогда, когда устраиваются вот эти вот забегаловки, и там практически творятся всевозможные безобразия, вплоть до преступных проявлений. Поэтому это будет направлено и на укрепление общественного порядка в наших муниципальных образованиях, это будет направлено на оздоровление в целом обстановки в Самарской области. Также с 1 августа будет действовать запрет на вынос спиртных напитков из заведения общепита. Напомню, инициаторы принятых мер – областные полицейские. Ольга Павловская, Алексей Вермисткин. Новости губернии.